Перенесемся в Казахстан. В воскресенье там пройдут внеочередные президентские выборы. Участвовать будет и действующий президент Касымжамар Такаев. Кроме него в выборах примет участие шесть кандидатов. Сам Такаев, похоже, не воспринимает своих соперников всерьез. Об этом может говорить тот факт, что на единственные теледебаты кандидатов, которые состоялись на прошлой неделе, он лично не пришел. Направил своего представителя с Питера Нижней Палаты Ирлана Кашанова. Пока кандидаты сражаются на избирательном поле битвы, действующий президент встретился с Верховным представителем ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, чтобы обсудить сотрудничество с Евросоюзом. Вступление в силу соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве положило начало новому этапу углублению сотрудничества во всех областях. Мы приветствуем контакты на высоком уровне между Казахстаном и Евросоюзом. И в этой связи я хотел бы особо отметить визит президента Евросоюза Шарля Мишеля, который был очень продуктивным, а также мои видеопереговоры с Урсулой фон дер Ляйен. И на этом фоне в Казахстане задержали семь человек. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков, нападении на административные здания государственных и правоохранительных органов с использованием оружия и зажигательных смесей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Речь идет о январских протестах в Казахстане, в результате которых Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совбеза. Представители Комитета заявили, что расследование уже началось. По месту проживания участников группировки изымают вещественные доказательства. По данным Комитета национальной безопасности, члены группы изготовили коктейли Молотова, чтобы в дальнейшем задействовать их в нападении на сотрудников правоохранительных органов. Также у них якобы обнаружили склад с оружием. Автомат Калашникова, два гладкоствольных обреза, канистры с бензином и рацией. Подозреваемые задержаны, направленные в изолятор временного содержания, сообщили в ведомстве. Преступная группировка симпатизировала беглому банкиру Мухтару Аблязову и фактически придерживалась схожих с ним взглядов, сообщают создатели информационного ролика о результатах спецоперации КНБ. На связи с нами Мухтар Аблязов. Узнаем, что это за группировка и на что совпадают их взгляды. Мухтар, приветствую вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, люди, которых задержали, какое отношение к вам имеют? Имеют ли они вообще какое-то к вам отношение? Конечно, люди не имеют к нам никакого отношения. Это стандартная, типичная постановка Комитета национальной безопасности, которая показывает страх режима предстоящими выборами 20 ноября. Они ожидают, что люди будут массово выходить на митинги. И такого рода действия это примитивные, направленные на то, чтобы погасить свой страх и запугать людей. Ну и масса других месседжей, которые они отправляют сейчас за пределы страны, внутри страны. Ну то есть ясно, что это чистая постановка Комитета национальной безопасности. То есть вы хотите сказать, что вообще никаких задержаний не было, а то, что мы видели, ну то, что мы видим от КНБ, это абсолютно полностью срежиссированный спектакль? Задержания, безусловно, были. Вы, наверное, обратили внимание, на видео лица не видны, во-первых. Во-вторых, все это театрально снято. Сидят люди, рассуждают, их там снимают прямо с нужного ракурса. Ну так не бывает, во-первых. Во-вторых, люди сидят в убогой квартире, рассуждают о каких-то военных операциях, трактора, снайперы и тому подобное. Но это смешно, когда семь человек говорят, что мы сейчас расставим снайперов. Какие-то у них установки удивительные, которые, они говорят, что в Украине вот такие бутылкометы, так называемые, помогли удерживать атаку российского вторжения. Вторжение, это вообще было, конечно, смешно. То есть они рисуют, связывают действия, как на Майдане. Так же было в январе, когда они говорили, что офис ДВК находится в Киеве, сам Ухтар Аблязов сидит в Париже, это рука Запада, это Майдан и тому подобное. Это все действия понятны. Ну вот я сейчас увидел у вас репортажи, что был Боррель, это Верховный комиссар по иностранным делам, заместитель Еврокомиссии. И там прозвучало на встрече, что необходимости международного расследования по январским событиям. И, собственно, такого рода действия со стороны Комитета национальной безопасности в день приезда в Борреле направлены на то, чтобы внушить ему, убедить, что в январе были массовые беспорядки, некие террористы-экстремисты. И сейчас то же самое происходит, что якобы власть борется с некими экстремистами. Это был первый месседж. Второй был направлен в мою сторону сегодня. Генеральная прокуратура выступила с заявлением, что такого рода действия, о которых говорит Комитет национальной безопасности, они в том числе и за рубежом воспринимаются как опасный экстремизм и терроризм. И, конечно же, все эти месседжи направлены в том числе и во Францию. В ближайшее время свой первый государственный визит намеревается совершить именно во Францию. И понятно, что здесь, во Франции, он будет убеждать Макрона, выдать меня Казахстану, обвиняясь, что я являюсь экстремистом и террористом. Вчера был суд, кстати, очередной мой по убежищу. И тоже это все было сделано в тот день, чтобы таким образом воздействовать на судебные решения Франции. Ну и, в-четвертых, это запугать наших людей накануне вот этих фальшивых, фиктивных выборов президента Казахстана. Вы уже не один год, в общем-то, не скрываете своего достаточно критического, может быть, даже где-то радикального настроя к властям. Обращаетесь к народу Казахстана с предложениями свергать режим. Ну, собственно, а где, например, гарантия того, что люди, которые к вам прислуживаются, действительно в какой-то момент не захотят взять оружие со стороны? Это может выглядеть так, что, в общем-то, вы призываете к свержению государственного строя, к экстремизму? Ну, во-первых, оружия у граждан нет. Мы все знаем, что это не Америка. И запрещено иметь граждан оружие. И нет системы продаж и свободного распространения оружия. Это во-первых. Поэтому, когда кто-то будет говорить, что граждане захотят взяться за оружие, это просто, скажем, гипотетическое предположение, что вдруг граждане захотят летать как истребители. Это несерьезно. Второе. Смотрите, сама власть не позволяет регистрировать партии, заниматься политической деятельностью, запрещает митинги. То есть были сотни обращений в этом году по поводу организации митингов. Все они были запрещены под видом, якобы проводятся культурно-массовые и физкультурные мероприятия. И если власть не дает людям выразить свою позицию, запрещает митинги, любую деятельность запрещает общественную, профсоюзы и так далее, поэтому здесь у людей не остается никакого выхода. Тем более, что в январе эта власть массово применяла оружие. И ясно, что даже и по западным стандартам люди в этом случае должны свергать власть. Январьские события начались с экономических протестов, как мы знаем. А то, что, опять же, свидетелями того, мы активно наблюдаем то, что происходит в Казахстане, но на наш взгляд, какие-то немногочисленные акции протеста, которые основаны на политических событиях, они, в общем-то, не поддерживаются массово, народ не выходит. Даже если какие-то появляются такие разрешенные акции протеста, связаны ли это с тем, что, в общем-то, достаточно аполитичное население, или все-таки то, что, как вы говорите, постоянно народ находится в страхе и не готов поддерживать какие-то политические акции протеста и вообще участвовать в политической жизни? Ну, политика и экономика – это абсолютно связанные вещи. И когда выдвигаются экономические требования, и автоматически выдвигаются политические требования, потому что политическая верхушка должна обеспечить достойный уровень жизни людей. Они для этих целей существуют. И когда вы говорите, что в январе начались протесты с экономических требований, да, они буквально день-два были, сразу же после этого были выдвинуты политические требования. Именно шалки, это имелось в виду, чтобы Назарбаев со своей свитой полностью ушел, вся система ушла, это первое. Второе – было беспрецедентное политическое требование на постсоветском пространстве с требованием парламентской республики. Поэтому политические требования, они вышли вперед. В январе так и было. Да, безусловно, люди сейчас боятся прямо озвучивать свои политические цели, потому что сразу идут репрессии, их обвиняют, что они экстремисты, хотят свергнуть государственную строй и тому подобное. Поэтому сначала выдвигаются экономические требования. Когда набирается достаточно большая масса, сразу идут вперед политические требования. Это уже пример всех проходящих митингов, это подтверждает. Вот касательно репрессий, я перед эфиром зашел на вашу страницу в Фейсбуке, видел там такой плакат, несколько известных достаточно лиц в Казахстане, среди которых Мухтар Шаханов, писатель, Тахтар Убакиров, первый космонавт Казахстана, еще какие-то деятели искусства, и вы обозначили их предателями народа Казахстана. Возникает такой вопрос, если гипотетически, например, власть перешла бы в руки вашей организации, не начались бы какие-то массовые репрессии, чистки, потому что вы уже объявляете кого-то предателями народов. Опять же, этот вопрос я многократно отвечал, никаких репрессий не будет. Здесь речь идет о том, что будут подвергнуты аресту узкая группа людей, и мы опубликовали уже проект указов с обозначением фамилии. Я все время озвучиваю, что нам не нужно устраивать охоту за ведьмами. Основная часть экономики, минимум 80-90%, находится в руках клана Нурсултана Назарбаева и его приближенных. Поэтому они все будут арестованы, и их имущество будет конфисковано. Что касается этих предателей народа, они действительно предатели народа. Это больше, скажем так, моральное к ним негативное отношение должно быть сформировано, потому что Тухтар Аубакиров в январе произнес просто удивительные слова, что казахи друг друга стрелять не могут, поэтому давайте прозовем братьев Россию. Это просто поразительное заявление. И, собственно, его использовали для того, чтобы ввести войска ОДКБ, по сути, российские войска, и таким образом подавить народную революцию. Что касается Мухтара Шаханова, который многие воспринимали, что якобы он народный писатель, и что занимал жесткую позицию по событиям 1986 года, к сожалению, наши люди глубоко не знают этого человека. Это реальный предатель. И он подписывал разные обращения в верховную нашу, так называемую, власть, комитет национальной безопасности, в частности, по Сережану Белашу, и требовал его наказать, арестовать и тому подобное. И таких людей у нас немало. И они должны подвергнуться общественному порицанию, в том числе и блогеры, которые призывают поддержать кого? Кровавого убийцу Такаева, который призывал в январе расстреливать свой народ. Вот, собственно, должна быть им дана такая оценка. Ну вот вы говорите, Такаев кровавый убийца, то есть вы носите уже какой-то такой свой вердикт, хотя, в принципе, мы только что вы и сами говорили, что и Боррель настаивал на расследовании международного инцидента, то есть, ну, наверное, мы еще не можем какие-то делать однозначные оценки, пока не было суда, не было каких-то приговоров. Такаев тогда был в такой ситуации, что, в общем-то, непонятно, кто стоит за всем этим. Сейчас мы видим, что отстранены уже назарбаевские люди. Тем не менее, ну, то, что вы даете такие достаточно нелестные оценки людям, известным в обществе, вы считаете, дает ли вам это право говорить от имени народа Казахстана, клеймить, если так можно выразиться, этих людей? Ну, потому что у вас одни политические взгляды, у них могут быть другие, и нельзя сказать, что они поддерживают кровавого убийцу, потому что речь идет о легитимно выбранном президенте. Ну, во-первых, он нелегитимно выбранный президент, потому что выборы 19-го года были подставные, и он, как сам человек, не имел права участвовать даже по тому действующему законодательству. Там срок 15 лет непрерывно нужно было прожить в Казахстане. А он работал замгенеральности Казахстана, и работал, притом, самостоятельно, не как посол от республик Казахстан. Это первое. Второе. У него было достаточно время, чтобы провести международное наследование. Но сам Токаев занял позицию, что у них достаточно возможностей для того, чтобы провести объективное расследование. И мы знаем, что только в Алматы есть 6 моргов, и я знаю людей, которые стояли в списке, где погибших было более 600. Вот вы говорите, достаточно время. Вот только сегодня мы озвучивали информацию о том, что приговор вынесли по сбитому Боингу в 2017-2014 году. 8 лет ушло на то, чтобы расследовать вот это событие, в котором, казалось бы, однозначно понятно, что виновата Россия. Сразу были названы имена возможных преступников. 8 лет ушло. Сейчас, январские события, но еще года не прошло. Как можно так быстро установить все факты? По Боингу расследование началось международное сразу. Сразу были привлечены международные эксперты. Вся их работа была открыта и прозрачная. Что касается Казахстана, они сразу, такая в частности, заявил, что нет необходимости в международном расследовании. Потому что они прекрасно знали, что как только начнется международное расследование, сразу вскроются факты, что нет никаких 20 тысяч террористов, что убитых сотни, а не 238 человек, что тысячи людей прошли через жернова пыток, их жгли утюгами. У нас буквально полминуты осталось до конца эфира. Давайте завершать. Я скажу следующее, что у Такаева очевидная ситуация, и оценку ему можно давать без проблем. Человек, который все прекрасно знает и нарушал законы нашей страны, и он для этого и президент, чтобы контролировать ситуацию, а не говорит, что президент потерялся и не знал. Хорошо, спасибо большое. Мухтар Аблязов был с нами.